МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Козлорда дневной блок новостей. Здравствуйте, в студии с вами я, Голым, Жан Жуманазар. Эстафета памяти Национальной гвардии «Мы, наследники Победы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая стартовала в Алматы 5 февраля, продолжается. По всем городам Казахстана проносят копию боевого знамени легендарной панфиловской дивизии. Сегодня эстафету приняла Козлорда. Эстафета памяти «Мы, наследники Победы», прибыла в Козлорду главный атрибут – копия боевого знамени легендарной панфиловской дивизии, прошедшей боевой путь от Москвы до Берлина. Церемония вручения боевого знамени 8-й гвардейской дивизии началась с минуты молчания у вечного огня. Цель данной эстафеты – это пробуждение пропатриотизма у военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, а также подрастающего поколения. Акция будет проходить в 14 областных центрах Республики Казахстан, в трех городах республиканского значения и в семи малых городах. Подвиг панфиловцев не забыт. Дивизия генерал-майора Ивана Панфилова проставилась беспримерным мужеством в боях под Москвой. 28 панфиловцев 16 ноября 1941 года в бою у разъезда Дубосекова уничтожили около двух десятков немецких танков и остановили наступление фашистов. 18 ноября 1941 года за мужество и героизм дивизия получила почетное звание «Гвардейская», а 23 ноября 1941 года ей было присвоено имя павшего в том бою Ивана Панфилова. Прошло 75 лет, но сколько бы лет ни прошло, никогда не будут забыты имена участников войны, которые победили фашизм и сохранили мир на земле. Мы преклоняем голову перед подвигом тех, кто сражался на полях войны и кто самотвержденно трудился в тылу. И вот самый волнительный момент. Копию священной реликвии боевого знамени 8-й гвардейской дивизии торжественно вручают командиру воинской части 55-47 Тулеби Чубаеву. Далее состоялся военный парад. Во главе – бессмертная дивизия. Отметим, эстафета завершится 5 мая в Нур-Султане. Пронесенная по всему Казахстану копия боевого знамени примет участие в юбилейном военном параде 9 мая. В рамках эстафеты «Мы, наследники Победы» в Казахстане будет проведен ряд мероприятий. Будут организованы уроки мужества в учебных заведениях. Большая программа с военным парадом, оркестром и подарком от министра внутренних дел подготовлена для ветеранов войны. Вы смотрите новости. Аварийные школы и школы с риском трехсмена обучения. Эти проблемы актуальны для региона. Какая работа ведется по решению проблемы в следующем материале. На сегодня по области три аварийные школы. Одна номер 34 в аульном округе Шаменово в Жалагашском районе. Другая номер 169 в поселке Жанакурган. Третья в Аральском районе. В двух школах уже ведутся строительно-ремонтные работы. Из выявленных трех школ, двух в аульном округе Шаменово в Жалагашском районе и Жанакурганском районе идут строительные работы. Там сейчас идет капитальный ремонт. Дети продолжают учиться в этих зданиях. Полностью обеспечена безопасность школьников. Вопрос под контролем местного акимата. В Аральском районе аварийной признана школа номер 71. Там обучается 186 детей. Проектно-смертная документация будет готова в апреле. Затем подадим на финансирование республиканский бюджет. Возможности перевода школьников в другое здание нет. И дети продолжают там учиться. Также ведется капитальный ремонт аварийного блока новой школы в ауле Сунагата. Актуальная проблема – переполненность школ, в основном городских. Для ее решения строятся дополнительные корпуса. Трехсменных школ пока нет, но семь школ. Номер 2, 3, 101, 268, 280, 261 и 264 с риском трехсменного обучения. В одном классе здесь, в начальных классах, по 30-32 человека. Хотя по санитарным нормам не должно быть больше 25 учащихся. Это связано с увеличением количества детей, то есть большого спроса. Вопрос на контроле областного и городского акимата. По словам специалистов, только пристройками вопрос не решить. Нужны новые школы. Подготовлен проект строительства двух школ в микрорайонах СПМК-70 и Байтерик. Кроме того, разрабатывается ПСД и еще трех школ. Скоро будет сдана в эксплуатацию новая школа по улице Жапаспая-Батыра. В Сардарьинском районе идет строительство школы на 500 мест. В решении проблемы помогает и бизнес. В 2019 году открылись три частные школы на 450 мест. И еще три инвестора заинтересованы в строительстве частных школ. В Казаларде в результате пожара погиб человек. Сообщение о пожаре в одном из домов по улице Шильдебаева поступило в дежурную часть в 18.48. Первыми заметили возгорание соседи. На место происшествия были направлены 25 пожарных и 6 единиц техники. Во время тушения пожара в доме было обнаружено тело человека. По прибытию на место была получена информация о возможном пребывании людей в доме. В ходе поисковых работ в гостиной был обнаружен и передан бригаде скорой помощи мужчина. Медики констатировали смерть человека. В результате пожара полностью сгорел потолок кухни. Выясняются причины возгорания. К другим новостям. Среди замечательных лиц Казалинского района легендарный рисовод Ажаркуль Алдажарова, которая получала до 99 центнеров из каждого гектара. В этом году труженица полей отмечает 70-летие. Район воздал заслуженные почести юбиляру. Ажаркуль Алдажарова с ранней юности с китменем работала в поле. Отдавалась работе всей душой. В итоге получила небывалый урожай – по 99 центнеров с каждого гектара. За трудовой подвиг она была награждена Орденом Трудовой Славы и Золотой Медалью ВДНХ. Государственной премией Казахской СССР избиралась депутатом Верховного Совета страны. Несмотря на тяжкий труд в поле, Ажаркуль Алдажарова воспитала достойными людьми шестерых детей. Она почетный гражданин Казалинского района. На юбилейном вечере ветерану труда была вручена почетная грамота. Ажаркуль Алдажарова и на заслуженном отдыхе не знает покоя. Принимает активное участие в общественной работе, в воспитании молодежи. Рекордсменка охотно делится и опытом, как ей удавалось получать не всякому по плечу даже сейчас такие высокие урожаи. Амина Усенова, Акимжан Жолотаев, Нуржан Мазурабшин, Турихан Кожахметов, телеканал Казурда. Аудиокниги очень популярны среди людей с проблемным зрением. Теперь они смогут слушать и творения Абая. Такой подарок преподнесли им волонтеры Высшего педагогического колледжа имени Маншук-Маметовой. В библиотеке для незрячих на сегодня около 29 тысяч книг. Также имеется специальное тифлотехническое оборудование. Студенты колледжа специально для них будут записывать в двух вариантах на диски и на гаджеты произведения разных авторов. Первый подарок – стихи Абая, его слова на задании и роман «Путь Абая». По области свыше 2000 инвалидов по зрению и все они теперь получат возможность прикоснуться к творчеству Ак-Кына. Также запланирован в рамках меморандума совместно проведение ряда мероприятий. Я постоянная читательница. В нашей библиотеке отмечают все знаменательные даты. В этом году 175-летие Абая, 1150-летие Альфараби, 75-летие Победы. Очень люблю книги. И такой замечательный подарок нам сегодня сделали. По их заявкам мы взяли на себя обязательство с использованием цифровых технологий сделать записи художественной литературы до станов, чтобы каждый из них мог загрузить себе на мобильный телефон и слушать. К 175-летию Абая наши студенты на фоне музыки начитали его творения специально для незрячих. Новости спорта. Центр футбола Кайсар провел товарищеские матчи среди несовершеннолетних 2007-2008 годов рождения в Аральском, Казалинском, Сардаринском районах в городе Байконыр. В ходе просмотра были отобраны лучшие для дальнейшей целенаправленной работы с ними. Такие же отборочные матчи состоятся и в южных районах области. И это было последнее сообщение нового выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал Кастер ККЗ на сайте телеканала Казаларда. И о погоде. До встречи в эфире. Всего доброго. В Байконыре такая же температура воздуха. Днем плюс 7, ночью минус 7 градусов. В Кармахшинском районе днем плюс 7, ночью 7 градусов со знаком минус. В Жалагарском районе днем плюс 9 градусов тепла, ночью минус 5 градусов. В Сардаринском районе днем плюс 10, ночью минус 4 градуса. В Шиерисском районе днем плюс 11 градусов тепла, ночью минус 3 градуса. В Жанакурганском районе днем плюс 12, ночью минус 2 градуса. В Казаларде днем 10 тепла, ночью 4 градуса со знаком минус. Доллар США 375 тенге 87 тин. Евро 406 тенге 24 тин. Российский рубль 5 тенге 84 тин. Китайский юань 53 тенге 45 тин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова